Чем Буратино русский, а Пиноккио европеец? Авторами. Авторами? Согласен. Согласен. Но, да. Пиноккио это колдовый мальчик, а Буратино это дерево. Спасибо вам большое. Да, когда говорят, что вот дерево это русский, да, ну возможно, я не знаю. Я хочу сказать, что на самом деле, конечно, главное различие, есть огромное различие в сюжете. Потому что Алексей Толстой, он писал, он сначала издал же сокращенный пересказ сказки самой, а потом уже закончил ее по-другому. Поэтому существует момент, в котором эти сказки просто разделяются и расходятся в разные стороны окончательно. Так вот, собственно, у Пиноккио главное различие заключается в том, что у Пиноккио есть задача. Эта задача, как правильно сказала девушка, стать настоящим человеком, то есть мальчишкой. Он должен из деревянной куклы превратиться в мальчишку, настоящего при том. А у Буратино такой задачи нет. Какая у Буратино задача? А? Это одна из проблем радикализма. Какая задача стоит перед Буратино? Найти золотой ключик, что вот знакомо и родно, правда. И... Вот, Буратино, профессиональный революционер. Его задача... А что вы смеетесь? Это именно так. Так, собственно, и задумано. Его задача – освободить кукол, которые находятся в рабстве, и вывести их в другое царство, в другой светлый мир. И никаким человеком ему постановиться не надо, ему надо оставаться, наоборот, куклой. Он, как бы это выразиться, вождь кукольного пролетариата. Пиноккио интересен тем, что он в каждой сцене сказки, сказка сама – это роман воспитания, это я для ваших будущих или нынешних детей, он проходит самые важные, наверное, вещи, которые важны при обсуждении молодежного радикализма. Он проходит жизненные испытания. Он проходит через трудности. И именно проходя через трудности, ему нужно стать человеком. Сказка эта мучительно не совпадает с настоящим, конечно. Я думаю, что молодежный радикализм в нашей стране побежден. И проблему надо ставить совершенно иначе. Как бы нам немножко прибавить молодежного радикализма. Потому что все то, что происходит, никаким радикализмом не является. А вот почему мы боремся со всем этим? Ну, давайте думать не о радикализме, а об агрессии. Что это такое? Когда мы говорим агрессия или там, скажем, говорим радикализм, мы имеем в виду неповедение. Потому что агрессивным может быть высказывание, оно же может быть радикальным, правда? Более того, агрессивной и радикальной может быть мысль. Мы имеем в виду в первую очередь некое внутреннее состояние души. Ну, наверное. Потому что дальше то, что происходит после агрессии, как это называется? Агрессивной реакцией, агрессивным поведением, преступлением, хамством. А агрессия – это, собственно, настроенность на агрессию. Да, ты как бы еще то, что происходит до действия. Потому что само по себе действие, оно будет поведение, оно будет квалифицироваться как-то иначе. На самом деле радикализм – это что такое? Только что это звучало. Ну, опять это, с моей точки зрения, мы описываем мышление и внутренний настрой. Потому что на самом деле радикализм, вы пытаетесь сказать, что это склонность к крайностям, но склонность к крайностям в оценке ситуации. Именно в оценке. Потому что дальше радикализм тоже превращается в какое-то поведение. Там, например, в митинг. И большой вопрос рассматривать его как право личности или как некое радикальное поведение. Правда? Как бы, ну, так мы образование потихоньку уничтожаем, а представитель при президенте по правам личности у нас все еще есть. Как бы, по правам человека, конечно. Должен быть какой-то аналог, вот если агрессия – это нехорошо. Ну, давайте так говорить. Ненормальное – ненормальное, а нехорошо. И радикализм, видимо, это тоже нехорошо. То что хорошо? Если агрессия говорит о чем-то нехорошем, то в области хорошего или нормального поведения ей что будет соответствовать? Оргазм. Я же говорю про секс. Это, как бы, это... Советский мультфильм «Дюймовочка». Ну вот, пожрали, ой, ну вот, поспали, теперь можно и пожрать. Ну вот, пожрали, теперь можно и жениться. Да, как бы... А вы считаете, правда, что при этом радикализма и агрессии не будет? Почему будет? Потому что вам может быть нехорошо. Конечно, потому что это все им быстро надоест. Правда? Пожрать, жениться, как бы... Правда, предложение. Но вот есть агрессия – это нехорошо, ненормально. А что нормально? Каждому ненормальному должно соответствовать что-то нормальное. Ну там, я не знаю. Или какой-нибудь привычный антоним. Тоже всегда они спорны. Ну вот, любовь – это хорошо, ненависть – это плохо. Агрессия – это плохо. А что хорошо? Как это называется в области нормальных чувств? Покой. Покой. Равновесие. Это хорошо, но замечательно скучно. А агрессия – это не скучное состояние. Правда? Ну, в общем, я думаю, что некое состояние соответствующей агрессии в плоскости справедливости, нормы, хорошести мы называем инициативой. Просто слово такое, обратите внимание, прочно забытое. Любая социальная инициатива, любая личная инициатива. Какая у нас главная поговорка, связанная с инициативой? Вот, у всех сразу крутится в голове. Похоже очень, что мы путаем постоянно инициативу и агрессию. Но на самом деле это действительно одно и то же. Если вы говорите, что агрессия – это некая реакция, защитная на несправедливость или на неудовлетворенность, то способом ее удовлетворения будет инициативность. Любая – в личной жизни, в социальной жизни, в учебной жизни или в творческой жизни. Как бы отсюда и берутся вот эти самые разговоры. Ну, то есть, теория о необходимости создания системы личных проектов. То есть, если переводить на язык агрессии, с моей точки зрения, это будет называться системой личных инициатив. Почему я говорю, что молодежный радикализм побежден? Ну-ка, опять, поднимите руки. Кто из вас готов всерьез думать о будущем и предлагать некоторые проекты собственных инициатив? Только честно. Два человека. И они бросаются в глаза, как агрессивные. Вот их двоих мы исключаем из вуза и получаем тихую, спокойную, безинициативную среду. Рекомендую. А понимаете, о чем я говорю, да? Как бы... Что происходит-то? Почему 90% присутствующих, красивые женщины, ребята, не собираются задумываться об инициативах? Потому что она наказуема. Потому что она принципиально приводит к ответственности. Я бы сказал, больше. И тогда зачем ее проявлять, когда заранее известно, что она не принесет снова никакого удовлетворения. Разве не так? Более того, к сожалению, то, что мы сейчас обсуждаем, почему я так радостно начинаю с Пиноккио и Буратино, то, что мы сейчас обсуждаем, есть традиция воспитания, советская традиция воспитания, которая очень хорошо вспоминается сейчас. Особенно, конечно, перед выборами. Это понятное дело. Когда особенно начинают почему-то бояться несуществующего радикализма. Как бы чего не вышло. Как бы чего не произошло, давайте будем в вузах бороться с радикализмом. А у нас два человека готовы инициативу проявлять из полного зала. Мы воспитываем глобально пассивное поколение. Нечто, что противоположно инициативе. Пассивность будет как мстить нам? Если отсутствия инициативы нет, у нас и будет появляться агрессия. Или аутоагрессия. Это результат пассивности. Есть же очень простые какие-то вещи. Что такое, например, наркотики и алкоголизм. Ну, в этом контексте это плоды пассивности. Контексты можно разные сюда всовывать. Но проблема заключается в том, что вот эта вот инициатива практически единственная форма проявления активности. Вообще единственная. Потому что любой другой формой является агрессия. На самом деле то, что мы называем агрессией, это всего лишь форма существования психической энергии. Человек либо эту свою психическую энергию использует в качестве проявления каких-то инициатив. Если он ее не использует, она будет через оболочку пассивности, как гной из фрункула, вырываться в виде проявления агрессии или аутоагрессии. Немножко, чуть-чуть в сторону уйду. Что позволяет человеку оставаться пассивным? Зона комфорта? Зона комфорта? А это... Вообще, зона комфорта – это отдельная очень сложная история. Потому что зона комфорта – это на самом деле такой род анонизма, пассивный секс. Ну, мне так тепленько и хорошо, мокренько и расслабленно. Но на самом деле человек не может долго находиться в этом состоянии, потому что ему в этом состоянии нужна активность. Для взрослого человека комфорт – это средство. Но я, находясь в комфорте, сяду писать очередную книгу. Понимаете, да, о чем я? Я, находясь в комфорте, ну, уж простите меня, старшее поколение, Карл Маркс был социальным паразитом. Он ни черта не делал всю жизнь, жил на средство с жены. Но, в общем, очень комфортно. И он всю жизнь писал революционные книги. Тогда комфорт имеет смысл. Все очень просто с пьянством или с наркотиками. Они позволяют мне оставаться в пассивности, оставаться в комфорте. Потому что иначе я не могу. Я должен как-то проявлять себя. Я личность, индивидуальность, я человек. И тут все очень просто. Ну, например, если я собираюсь писать книгу, я не буду пить спиртное. Почему? Да оно просто будет мне мешать. Моя удовлетворенность будет связано с написанием очередной страницы. Если я влюблен в девушку, я исхожу из того, что большинству девушек не нравится запах перегара у мальчиков изо рта. Может быть, я уже не прав. Я не буду пить, когда я пойду с ней на свидание, просто потому, что ей это не нравится. Пить вообще можно только для себя. Пьянство, как, собственно, и большая часть наркотиков, позволяет сохранять некоторую зону комфорта без усилий. И это кажется идеальным. Но длительное сохранение невозможно. Человек либо умирает, либо начинает что-то делать. Ответ-то очень прост. Как бы... Чего позволяет сохранять наркотик? Вот, посмотрите друг на друга. Обратите внимание на... У многих на лицах такие чуть хитренькие улыбки. У девочек особенно. Видите, да? Они что означают? Ваши версии. Ну, серьезно. Чего означают красавицы вы наши? Хитренькие улыбки на лицах девушек. Да. Возможно, некоторому из них нравится ли горощих. Чего? Травится за... Понятно. Нет, я думаю, что... Нет, я пытаюсь объяснить одну вещь, очень важную, которую по-разному можно объяснять. Я пытаюсь объяснить, что темы, которые мы обсуждаем, относятся к некой области, такой загадочной, которая называется «Я и без вас все знаю». И это она вызывает такие чуть иронические улыбки на лицах. А там под этим «Я все знаю», «Все читала в интернете» лежит еще более глубокая вещь, которую мне больше всего нравится вариант Альберта Элиса, которую этот классик поведенческой психологии называл базовыми иррациональными убеждениями. То есть убеждениями неизвестно откуда берущимися в сознание. И это убеждения, с которыми воюют ваши преподаватели, безуспешно. Звучит примерно так. «Я самый лучший». Это к другим относятся какие-то там законы психологии, что-то такое сложное про агрессию и инициативу. А ко мне это не относится, потому что я и так все про себя знаю. А у других могут возникнуть сложности. А у меня все будет хорошо. Почему? Потому что я самое лучшее. У меня получится то, что не получается у других. Чаще всего, если я начну спрашивать, что это у вас должно получиться, я не получу внятного ответа. Мне скажут, ну что так у меня как-то я буду жить сама собой. Ну как-то все у меня само собой получится. Ну там, не знаю, каждому свое. Богатый муж, принц, что там еще. Жизнь за границей, еще чего-нибудь. Поэтому остальные, наверное, должны слушать эти разговоры. А я их могу не слушать, я и сама все про себя знаю. Вообще-то это очень сложное чувство. Я считаю тоже, что оно абсолютно нормальное. Вся проблема в том, как его использовать и для чего это чувство. Наверное, к этому чувству и сводится вот эта христианская мысль «я образ и подобие Божие». взросление взросления вообще можно описать как некий плавный, очень медленный способ избавиться от этой мысли, сохраняя внутри себя некоторые ее части при этом. От нее избавиться до конца вообще невозможно и не нужно. От нее нельзя избавиться, например, сказав себе «нет, я самый плохой». Почему? Кто объяснит? «самооценка»? «нет, потому что это то же самое. Я самый плохой и я самый лучший» это в сущности одно и то же самое утверждение. «там мой собственный ребеночек Дим младший». «Дим, ты помыл посуду? Нет». «Ну почему ты это почему ты этого не сделал? Ну потому что я самый плохой, я же такое дерьмо». «Я самый плохой» позволяет ничего не делать ровно с тем же и я самый хороший. Поэтому это одна и та же мысль. Если хотите высказанная в божественном и сатанинском ключе. А так это одно и то же. На самом деле пьянство и наркотики это единственное средство, которое позволяет взрослому человеку сохранять эту мысль. Большая часть наркотиков и большая часть мотивов для пьянства сведется к одной простой вещи. Я себя могу чувствовать удовлетворенным в смысле чувствовать, что я самый лучший, не чувствовать чувства вины перед собой, перед другими, не чувствовать там целой кучи всяких разных вещей, той же ответственности за что-то. Можно только находясь в состоянии опьянения. Никакие другие варианты невозможны. Это люди и называют замечательным словом забыться. Забыться это значит напиться до такого состояния, чтобы почувствовать себя самым лучшим, несправедливо обиженным судьбой жизнью и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Конечно, можно предлагать другие описания, но тем не менее это для меня является принципиально важным, поскольку это самая главная болезнь вашего возраста. Потом будут другие болезни, не волнуйтесь. И депрессия чаще всего в вашем возрасте это такая болезнь, которая как бы говорит преподавателю или маме, или обоим, ах, я не самая лучшая, ах, вы меня не цените, вот я сейчас к психиатру пойду и буду сидеть дома и болеть депрессией, а вы будете вокруг меня прыгать с таблетками на вытянутых руках. А маме скажу, что преподаватель меня довела, требуя неизвестно шо от несчастной девочки. Это она, эта штука на самом деле создает пассивность и агрессию. потому что для того, чтобы эти вещи превратились в агрессию, здесь в середине должна быть неудовлетворенность. чем? Да жизнь, реальность, начиная со школы, не хочет, в отличие от родителей, меня считать самым лучшим. и до тех пор, пока кто-нибудь не признает меня самым лучшим, я буду ходить в раздражении или начну становиться все более и более агрессивным. Ах, вы не хотите меня признавать самым лучшим? Богом. Богом. Нате вам, нате, нате. Если самым лучшим оставаться лучше наедине с собой, то пассивность, не знаю, медитация, йога окажется самым лучшим выходом. Я как бы продолжаю любить самого себя или саму себя и тихо что-то такое продолжаю делать ради собственного комфорта. Почему? Потому что любой шаг к инициативе этот комфорт естественно нарушит. Если он вот здесь где-то сверху. Дело все в том, что мы очень часто для этого нужно просто этим заниматься. Вот брать и заниматься. Брать, чтобы вы брали бумажку и писали каждый пол свои ожидания. Чего вы ждете от мужчин и от женщин? Чего вы ждете? Вот когда люди, ну это по определенным правилам, в общем, если делать, то делать сегодня мы этого делать не будем, но, в общем, если люди это пишут, то выясняется, что пишут они о себе. Не о противоположном поле, а о себе. Ну, женщины как бы хотят, чтобы мужчины были женщинами. А мужчины хотят, чтобы женщины были мужчинами. Не смотрели «Мое прекрасное леди» там у профессора Хиггинса есть такая песенка «Ну почему женщины, блин, не мужчины?» Вот. Я думаю, более того, что из-за этого эпидемия гомосексуализма появляется, потому что кажется, что свой пол проще и понятнее. Ну, просто проще. Там морочатся с этими женщинами, в общем. Какие-то они не такие, а вот мужики они свои, простые, вот тут все понятно. Я хочу сказать, на самом деле все это иллюзии, потому что на самом деле это такая, это не дается. Вот это образ и подобие Божие, я самый лучший, оно дается от рождения. Всем, уверяю вас, детям-сиротам в качестве компенсации даже еще больше, чем вам. Могу объяснить, почему, но сейчас не будет. Как бы а вот это понимание другого человека требует усилия, инициативы, практики, вообще объяснения. Вот мы, родители, опять возвращаюсь по тому, почему книжку приходится писать. Вот мы, родители, мы много разговариваем с детьми вот о нуждах, потребностях другого человека. Почему там, не знаю, ну не самые близкие, а там герои книг, герои фильмов совершают те или иные поступки. Мы, по-моему, этого вообще не обсуждаем. Не в школе, даже последних психологов из школы убрали. Мы вообще не умеем ни говорить о другом человеке, ни задумываться о мотивах его поведения, там, я не знаю, не говоря уже о его боли, страданиях, проблемах и так далее и тому подобное. Это дико осложняет вообще любую инициативу, потому что инициатива-то это что такое? Она может быть только проявлением, только относиться к другим людям, а для этого надо, чтобы они понять, чего они хотят, кроме главной тайны, что они точно так же, как вы, каждый хочет быть самым лучшим. Что нужно для того, чтобы научиться проявлять инициативу, исходя из всех этих моих бесед, непонятно? А? Получиться понимать каких условий? Да, ну, я хочу сказать, что нужно как-то изменить масштаб, но это мои метафоры. Я имею в виду сделать как-то так, чтобы понять, например, что я могу быть лучшим для одного человека, для собственной жены, для любимой девушки. правда, к этому надо приложить усилия, просто так сам по себе я этим не стану. Я могу быть лучшим в профессии, я могу быть там, не знаю, придумывать сам себе новую профессию, в ней становиться лучшим. Каждый человек лучший в своем творчестве, правда, потому что там никогда нельзя сказать, кто худший, кто лучший, время рассудит. Как бы это такая жертва, ну жертва, ну я не уверен, что она уж такая прямо смертельная и большая, потому что на самом деле по поводу любви жертвы я с вами полностью согласен, только я это называю не взаимопониманием любовь, а взаимопроникновением. Я говорю, что секс все, что внизу, то и наверху. Секс это взаимопроникновение тел, а любовь это взаимопроникновение душ. Мы хотим чего-то похожего только в области души. И в общем, когда мы молоды, мы больше хотим этого в области души, а не в области тела, на самом деле. Мы пытаемся произвести такую подмену. и на самом деле это понимание любви очень простенькое такое, без поэзии, на пальцах. Оно позволяет говорить о том, что требуется, ну в общем, и от социальных инициатив тоже требуется любовь, только это взаимопроникновение в кого-то. Я много книжек написал, привез две, пытаюсь проникнуть привитивно. Что вам может быть интересно? Понимаете, какая штука? Как бы... Сделаем перерыв или все разбегутся? А? Давайте сделаем пять минут перерыв. Я все-таки хочу, чтобы немножко уложились мои слова. Что мы хотим от человека, который... Я простых слов хочу. Опять... Ну вот я ждал, да, слово самостоятельности. А? Самостоятельность я все время пытаюсь объяснить, что для меня ответственность это следствие. Не причина, а следствие. Как бы причина проявления инициативы. Следствие возникновения ответственности. Она ответственность вещь неприятная и она не может быть целью. Да? Ты взрослеешь, чтобы брать на себя ответственность. ужас-то какой. Просто кошмар. И вот... Что такое самостоятельность? Ну, наверное, девушка права. я хочу сказать, что самостоятельность в первом самом своем изначальном смысле это сепарация. Сепарация от родителей. И когда мы говорим умение брать на себя ответственность, мы имеем в виду умение не перекладывать ее на родителей. мы имеем в виду отделение и способность действительно жить в существующем обществе, но самое главное это способность жить независимо от родителей. правда? Вся беда в том, что мы для себя даже на этом уровне целей воспитания не формулируем. Потому что мы хотим от ребенка самостоятельности и ответственности, а приучаем его к послушанию и зависимости от общества, в котором он живет. Когда-то такой Грегори Бейтсон и группа Павла Альта, это один из крупнейших американских психологов 20 века, он говорил об этом как о причине развития шизофрении. Двойной зажим дабл блайнд, родители хотят, чтобы ребенок рос полностью зависимым от них, а на словах они требуют самостоятельности, независимости и ответственности, то есть всех собственно этих следствий и самостоятельности. Сейчас этого хочет на мой взгляд все общество, то есть эти слова родителей это по-моему единственный политический тезис, который я могу вычленить. Как бы это будьте независимы и самостоятельны, только в отпущенных пределах, маленьком бассейне возможностей. Возможно, это и вызывает общую шизофренизацию общества, не знаю. Но хочу сказать, что для меня важно, для меня важно, что каждый жизненный этап имеет свою внутреннюю цель, значит, свою внутреннюю самостоятельность, свою собственную сепарацию и свою собственную внутреннюю задачу. Для простоты я пользуюсь не очень у нас такой распространенной системой, так называемым категориальным анализом Роберта Элленбергера. Это экзистенциальный психолог, такой очень глубокий, на самом деле, на мой взгляд, историк психоанализа и психологии. На русском языке его книги есть, но это не самая популярная фигура у нас. Я хочу сказать, простите, Генри, Генри Элленбергер, он утверждал примерно следующее, что есть три уровня сепарации. Первый уровень это телесная сепарация, маленький ребенок до трех лет примерно проходит внутренняя задача. Эта внутренняя задача освоить собственное тело. До года эта задача будет выражаться как вообще почувствовать свою отделенность от родителей. и несомненно молодые люди здесь агрессия будет первичной, потому что детская младенческая агрессия она существует. Ребенок может неожиданно ударить маму по щеке, может вцепиться в нос папе достаточно больно, и это будет несомненно агрессия системная. Но она будет иметь своей задачей, как и любая агрессия, выделение себя из некого континиума, в котором я еще не выделена. И самой первой задачей будет выделение тела. Она будет продолжаться до трех лет. Иногда позже европейцы говорят, что период продолжается, пока не заберешь соску изо рта младенца. Вы знаете, что там и до пяти и даже до шести лет порой люди ходят с соской. Вторая задача, которая появляется, вот окончательно это выделение телом проходит до шести лет. И между прочим, поэтому есть простой способ профилактики агрессии, или точнее говоря, бессмысленной агрессии, спонтанной агрессии, или агрессии как подмены инициативы, которая должна развиваться. Об этом очень многие писали, но вот есть очень конкретная тема. Если вернуть школы Нижнего Новгорода, в первые классы уроки ритмики, да еще и продуманные уроки ритмики, и объяснить родителям, что это необходимая часть профилактики агрессии и аутоагрессии, то доказано, что в некоторых там, уж не буду туда уходить, в некоторых европейских школах это называется эвритмией по Курту Штайнеру, у нас это всегда называлось ритмикой, ритмикой, навык танца и движения под музыку, наличие в первые годы обучения еженедельных уроков танцев под музыку приводит к снижению употребления наркотиков взрослыми, это огромные лонгитюдные исследования, приблизительно в три раза меньше, в три раза больше людей употребляют наркотики, которые не, у которых не было уроков ритмики, телесная сепарация дело непростое, музыка здесь играет огромную роль, ритмические движения тоже, отсюда почти обязательный массаж, который проходят дети, отсюда же очень важная вещь, с которой мы сталкиваемся в подростковом возрасте, иногда мы это тащим за собой всю жизнь, это активная нелюбовь к собственному телу, это то ощущение, на которое вам будут жаловаться подростки, они будут говорить о том, что это как будто не мое тело, с телом надо совместиться, ну и тот процент мужчин, который у нас в конце концов в ресторане согласится танцевать, будет мучительно маленький, и это означает, что долгий период пеленания тоже не дает возможности мальчикам, особенно мальчикам достичь некой идентичности со своим телом, некой сепарацией, они стесняются, это называется я стесняюсь, почему я чувствую некоторую маску, персону, которую я на себя натянул, социальную роль, а тело своего не люблю и не чувствую, практически практически все сильнодействующие наркотики будут давать чувство совмещенности собственным телом, это правда такой отдельный аспект, лекция сегодня не об этом, это надо объяснять, но тем не менее, поскольку особенно в первых классах чувство телесной неудовлетворенности при сопоставлении себя с другими детьми, в класс, к которому ты пришел, многие, наверное, здесь помнят это состояние, как бы главным образом создаёт чувство неудовлетворенности. Всё, что угодно, конечно, и спортивные занятия тоже в раннем возрасте, всё то, что приводит к более гармоничному ощущению собственного тела, будет приводить к профилактике любых форм агрессивного и аутоагрессивного поведения, ну, просто у человека будет меньше того, что мы называем раздражительностью. Второй возраст в этом смысле удивительно интересен, потому что во втором возрасте, который Фрейд называл латентным, грубо, все границы возрастов грубые, дети сейчас могут отставать и обгонять свои возрастные группы, это очень легко, и в общем это один и тот же процесс, тоже могу объяснить, но в качестве дополнительного чего-то. так вот, второй возраст Элленбергер называл возрастом формирования пространства. Это очень важный возраст в этом возрасте, Фрейд его назвал латентным, а сексуальным как бы, без лебеды, без лебеды. Вот. Это очень, он это сделал потому, что в этом возрасте то, что человек узнает, познает, может быть, им воспринято как реальность. Только в этом возрасте, во всех остальных возрастах познание будет относительным. В этом возрасте знания воспринимаются как нечто чувственное. поэтому это тот единственный возраст, Володя, в котором профилактика наркотиков прямая или профилактика преступности прямая возможно. После 12 уже нет. У этого возраста есть своя главная задача. Задача эта очень интересная. Это задача ощущения пространства. это уже не тело, а создание себя в пространстве. Это очень сложное понятие на самом деле. Категории эти никогда и никто до конца по всей видимости не определит. Но мы говорим о том, что в этом возрасте происходит выбор мира. Должен происходить. и создание сильного пространства. Зачем человеку нужны знания вообще? в некотором смысле, если вы задумаетесь, то поймете, что они ему нужны для формирования пространства представлений о своем мире, о том мире, в котором он живет. Именно в плане его пространственных характеристик. я поясню. Существует мир крупных морских портов, существует мир кварталов красных фонарей, мир ночных клубов, мир теоретической математики, соответствующие НИИ, кафедры. Наверное, есть какие-то пространства, где математики общаются. Как бы существует виртуальный мир, в который можно сбежать. В этом возрасте я выбираю для себя мир, который будет моим. Ну, по крайней мере, направление этого мира. Поэтому мы говорим о пространстве. Я выбираю плоскость. В строгом смысле этого слова будет, наверное, правильно говорить с точки зрения Элленбергера, не очень привычная точка зрения, что я выбираю реальность. Собственно, это возраст создания субъективной реальности, а реальность это в первую очередь то, как я чувствую пространство. Даже в Нижнем Новгороде у вас есть нереальные места и ваши маршруты. То есть, то, где вы привыкли ходить, то, где вы знаете каждый закоулок, то, где вы можете пойти с закрытыми глазами, и то, где вы, я не знаю, но в лучшем случае один раз в жизни были. Есть зоны пространства нам неизвестные, незнакомые, к которым мы относимся с опаской. Ну, я не знаю. с кафедры теоретической физики довольно тяжело и непривычно оказаться в пространстве ночного клуба. Да, вот, как в зоопарке. В зоопарке это именно потому, что ты в реальности, а все остальные в клетке, да, как бы, ты своей реальности приходишь в чужую, и, она кажется, тебе требуется познание этой реальности, то есть, этого пространства. когда министр образования говорит, нам нужно вырастить хорошего потребителя, он имеет в виду конкретные пространства, да, торговых центров, супермаркетов, да, как бы, в которых мы делаем выбор правильный, нужных и ненужных нам товаров. психологи говорят о сильном пространстве, ориентированном пространстве, я, собственно, все это так в одну кучу перечислил, о психологических маршрутах. Я москвич, значит, на кривых улочках, это поразительная совершенно вещь, я с легкостью ориентируюсь в кривых улочках, подъемах и спусках, но как только я оказываюсь на Питерском проспекте, я теряю ориентацию, я не понимаю, где на проспекте относительно меня там находятся какие-то нужные мне объекты, ну, точнее, достать карту, сосредоточиться. Я, мы говорим, теряюсь, потому что мое пространство, московского центра, где я родился, оно кривое, полуразрушенное, поэтому вон в Старом Нижнем я как дома. Да, и там тоже вырастают в этом пространстве грибы новых зданий ни к селу, ни к городу. Я теряюсь, буквально, где это я. И создание этих сильных пространств, где мы легко ориентируемся, вот в гипотезе Зеленбергера есть главная функция накопления знаний вообще. Ну, самый очевидный пример география, понятное дело. Мы создаем некое пространство. Нам довольно сложно ощутить выпуклость Земли, ее шарообразность. но мы это знаем и это существенная характеристика пространства в целом, которое нас окружает. Почему это так важно понимать? Какой из этого вывод? Что нужно для правильного развития ребенка в этом возрасте? Ну, собственно говоря, любые пространственные игры. Все, что угодно в действительности, продолжая ту же ритмику и танцы, ради бога, потому что это передвижение в пространстве. Но на самом деле человеку в этом возрасте очень важен выход из плоскости. экскурсии, уроки в музеях, участие в создании парков. Вот что-то такое Володя сегодня рассказывал мне как идею. Как бы и что-то гораздо более простое. Ну, например, хотя бы минимальные литературные драматизации вместо преподавания литературы. Ну, например, продолжая тему первого часа, как бы мы можем разыгрывать сцену из романа для того, чтобы понять внутренние мотивы действия персонажа и заодно понимая себя. Здесь принципиально важен выход из плоскости. Из плоскости в объемную игру. Из интернета в объемную игру. потому что если в этом возрасте мы не научим человека создавать и менять реальности, использовать по-разному пространство, то А, нам будет очень трудно научить его когда-либо еще, а Б, он будет чувствовать свою неудовлетворенность, она будет выражаться в том ощущении, что я чужой в этом зале. Меня тут на самом деле нет. Это не входит в мое сильное пространство. конечно, существует огромное количество всевозможных психологических тренингов, но я думаю, что и конечно же есть страшная беда, которая в общем звучит примерно так, для того, чтобы преподавать все что угодно нужен талантливый учитель. Но я имею в виду, конечно, самые простые вещи, которые поразительно меняют степень человеческой активности, потому что если в этом возрасте человек активен в окружающем пространстве, ему разрешено играть, изображать что-то, то это и есть, смотрите, вот я бы сказал, так, первая телесная инициатива, если уж в терминах инициатив говорить, это инициатива движения и танца, ритмического движения, гармонического движения, спортивного движения, пожалуй, во второй возрастной группе инициатива захват пространства и смена пространства. Почему дети воруют? вот смотрите, первый возраст это возраст телесной сепарации, ребенок должен окончательно отделиться от родителей телом, почувствовать, что это другое тело, мое тело. И это возраст умственной, интеллектуальной сепарации, если хотите, можете ее назвать пространственной сепарацией, но это будет в чистом виде мой термин. Как бы я думаю и ощущаю мир по-другому, чем родители. У меня другое пространство. Это не только пространство дома, это пространство класса, пространство музея, пространство кинотеатра, еще чего-то, еще чего-то. Я могу чувствовать себя сильным в разных пространствах. Вот задача, которая так или иначе должна быть сформирована в этом возрасте. Дальше наступает самое страшное подростковый возраст. Как вы думаете, вы совсем тут многие недавно оттуда, что в нем самое главное? ну-ка признавайтесь, недавние вчерашние подростки, почему подросток так остро и сильно нуждается в любви? почему? Ладно, времени у нас мало, вы устали, ну, в общем, все это, процесс чувствования своего, я, сепарации, выделение, это возраст чувственной сепарации, а вот категория, в которой в нем прорабатывается это время, потому что если вы вспомните, то подростковый возраст очень многих начинается с того, что мы остро вдруг понимаем, что человек смертен, и мы тоже, это возраст смерти. И в этом возрасте происходят поразительные вещи, да, там, я уж не говорю про свой возраст, но там люди, молодые люди общаются с 40-летними педагогами и говорят им, ну, вам 40, люди столько не живут вообще. Главное ощущение этого возраста, ну, конечно, для тех, кто как-то вообще способен на рефлексию на какую-то внутреннюю, это помирать-то уже скоро. Все, осталось-то совсем чуть-чуть, надо скорее, скорее, потому что вот, завтра смерть и все. и поэтому так становится важна любовь, потому что она как бы спасает от смерти. Ты, человек, который рядом с тобой, это человек, который тебя любит, то есть понимает уже и признает уже прямо сейчас твою значимость, несмотря на краткой жизни. Ты для него все равно самый лучший и самый значимый, хотя ты ничего не успел, не проявил никаких инициатив и вообще полное дерьмо. А вот она меня любит, и вот он, вот я для него все равно самая красивая. Партнер как бы защиты от смерти, щит, признающий значимость. Зачем? Почему человек смертен, господа? Все, что я говорю, спорно, агрессивно, и это самое с радостью подлежит обсуждению. Никогда не умею изрекать бесспорных истин. Зачем человеку нужна... Почему человек смертен? Ну, если он, конечно, смертен телом, так точно. Это очень важно понять в плане инициатив, потому что подростковый возраст, он ужасен на самом деле только одним. Так как завтра умирать, такая разница, можно ничего не делать. Тогда жизнь бессмысленна. Все, вот если бы я жил вечно, тогда да, тогда можно было бы поделать что-нибудь, инициативу, а так что трепахаться стоит? Нет? Незнакомая мысль? Ну, счастливые люди. Есть смысл трепахаться? Человек существует социально, в социуме о человеке может остаться память, так называемое бессмертие творца, и само осознание, что тебя будут помнить после твоей смерти, оно уже является неким образом бессмертием. Браво! Я хочу сказать, что и не только это, на самом деле, вот если вы задумаетесь, то вы очень легко поймете, что все наоборот, что трепыхаться имеет смысл именно потому, что есть смерть. Потому что если человек бессмертен, то, во-первых, вообще невозможна индивидуальность. Вы задумаетесь и поймете, что за бесконечное время мы все становимся бесконечны, похожи друг на друга, просто за счет того, что мы действительно живем в обществе. А во-вторых, все наоборот. Потому что только смерть, ее наличие заставляет нас действовать. Вот молодые люди меня спрашивали, чего ты там, старый хрыч, поперся в Нижний Новгород из Москвы лекцию читать? Как бы... Потому что умирать скоро. Надо побольше инициатив проявить. Потому что если мы живем бесконечно, то вместо некой идеи, которая нас подгоняет, как перец в заднице. Вместо идеи надо успеть. Успеть. Родить ребенка. Уже пора. Успеть. Появляется мысль успеется. Если жизнь бесконечна, то торопиться-то куда? Зачем тогда статьи писать, детей рожать? ну зачем? Это можно сделать завтра, послезавтра, через сто лет, через двести. Активность жизни саму инициативу задает факт смерти. Более того, факт внезапной смерти. Приходится торопиться. Каждый раз не знаешь, доедешь ты в следующий раз до Нижнего Новгорода или где. как бы так все устроено. Что делал? Ну, правда, это потрясающий же был голос, потрясающий. Вы, если кто мало слушал, послушайте. Лучший в мире бритон. 55 лет мужику хворостовский. Что он делал? Рак мозга. Завяжи и лежи. непрерывно, пока вот не упал, давал концерты. Успеть, успеть, успеть. Что-то оставить, что-то дать, успеть, успеть. А это подростковое чувство. Только мы его очень часто интерпретируем наоборот. Как бы все равно помирать, поэтому не буду я ничего делать. иногда надо вовремя поправить товарищей по несчастью, поэтому и рассказываю. И через это идет вот этот третий этап сепарации, чувственная сепарация. чувственная сепарация. Родители уже успели любить. Все, им поздно. Да. И моей любви к ним, их любви ко мне недостаточно. Должна быть для преодоления моей смерти должна быть моя любовь, которая признает мою значимость. что с этим системно можно делать? Чего тут хочется? Так, в виде направлений. закройте глаза. Представьте себе медленно качающийся маятник. Он качается у меня в воображении над театральной сценой. Я знаю, откуда это взялось, но расскажу потом. Качается взад, вперед, взад, вперед. Улетает вперед, уходит в прошлое. улетает, ой, простите, улетает назад, уходит в прошлое, разумеется. Улетает вперед, улетает в будущее. раз и раз, раз и раз. А потом вы качаетесь вместе с маятником, зацепившись за него, раскачиваете его, как качели. Раз, маятник назад, раз, маятник вперед. я сейчас чем-нибудь стукну, вы в этом полете вперед спрыгнете с качелей и полетите сквозь темноту будущее. Будете лететь, пока я не стукну второй раз. Стукну второй раз, спрыгнете и выпадете в какую-нибудь картинку. Хорошо? Летите, летите. Попробуйте где-нибудь приземлиться. Ну, вы захотите расскажете потом? Встаньте на секундочку. Встаньте, пожалуйста, если вам не трудно. Все, смените положение тела, а то вы у меня уснете окончательно. Положите на секунду тетрадочки. я вообще мало рассказываю умного. Я хочу, чтобы вы почувствовали больше, чем запомнили. это отличная разминка для школы, для института. Она как-то немножко позволяет все то, что я только что рассказывал, связать воедино. попробуйте попробуйте подумать, что для вас означает направление вперед, то, что лежит перед вашим телом. У вас впереди что? Что для нас вообще метафора направления вперед, метафора пространства? будущее в первую очередь, правда? То, что ждет впереди. Что еще? Что там впереди еще может быть? Неизвестность. Ну, неизвестное будущее. Ну, я подозреваю, что неизвестность это отчасти препятствие, правда? Впереди могут быть какие-то препятствия. Что еще впереди может быть? Выйдите. Ну, выйдите вот куда-нибудь, чтобы шаг можно было сделать. Ну, на секунду выйдете из-за видов. Так приятно на вас посмотреть в рост. Столько красивых дам. Попробуйте это сделать. Идите сюда. Я ничего с вами делать не собираюсь. Я хочу, чтобы вы почувствовали чуть-чуть сами. Вы попробуете просто начать с того, что сделать, закрыть глаза и сделать шаг вперед. Куда вы идете? Там что? Что у нас сзади? Жизнь. Что там? Все уже пройдено. Все изучено. Пройдено. Уже пройдено. Что еще? Известное. Все известно. Все известно. Что еще связано с направлением зад. Что зад? Не вернется. Не вернется. Но это не факт, кстати говоря. Это очень зависит. Ну там можно бочком бочком я хочу сказать, что там еще между прочим что-то такое неприличное. Там сзади заду что-то 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 мы скрываем. Правда? Нет? Тут не скрывает. Все скрывают. Все скрывают точно. Там скелеты в шкафу, которые иногда надо вспомнить. Что там еще может быть сзади? Что там еще? Неприятности какие-то. Как шарахнуть по башке. Вообще сзади то, что хочется забыть. То, что хочется не у всех. Остальные попробуйте что сзади. это я вам внушаю. Что там неприятность. Что еще там может быть сзади? Там может быть угроза во-первых. Нет? Сегодняшняя угроза. Не только прошлая. А там тоже может быть неизвестная. Правда? Как и впереди что-то что стоит за спиной. Что еще? что у нас справа? Справа что у нас? Справа что? Что справа? Спутник. У нее справа спутник. какой это Восток 2 или Салют 7. Попробуйте. Что у вас справа люди? Ну-ка. Ну и что это такое за рука? Ну вот я хочу сказать никто не ходит. Уже тогда садитесь. Ладно фиг с вами. Ну походили бы чуть-чуть. Сейчас мы закончим уже. Все уже время наше истекло. Я всегда говорю, что существует огромное количество способов гадать самому себе. Сейчас парочку покажу и отстаю. Справа как раз то, что мы только что назвали и агрессией и инициативой. Справа какая-то деятельность, потому что это правая рука. У большинства, ну у левшей, конечно, все наоборот. мы действуем в основном правой рукой. Не важно, что мы делаем, деяния мы пишем, мы сверлим дырку в голове невесты, что мы делаем еще. 75% коры занимает правая. Значит, закрыв глаза и сходив вправо, почувствовав, что у нас справа, мы можем попробовать определить, в какой зоне, в какой области нам нужна деятельность. Что еще справа? Представляете, до какой степени, господа, мы стали бедненькими образно, вообще просто. Опора может быть справа, а еще справа что? Правота. Право, право, право. Справедливость значит, тоже справа. То, что мы имеем в виду, под справедливостью находится справа, и там же находится то, в чем мы однозначно чувствуем себя правыми. В отличие от того, что находится слева. Слева что находится? Там что находится слева? Ну, там все левое. левые радикалы, левый заработок, левый заработок, измены, хождение налево, а что еще слева находится? Солома. Сену, солома. Слева наверное есть справа деятельность, то слева что? Лень. Да, слева лень. А еще что слева? Ну, если тут деятельность, правота, то тут чего? Измены из чего рождаются? Ну, в общем, я бы сказал, тут ложь, и тут, к сожалению, вообще все чувства. Мы, ну, правое полушарие, что делать? Мы туда относим все чувства вообще, потому что чувства для нас это нечто неправильное, то, что не очень регулируется разумом, правда? Чувства ливоваты. Разум прав, чувства ливоваты. Там от них бывает зависимость нехорошая. Да, говорят, поддался чувствам. тут инициатива, здесь агрессия. Агрессия нечто чувственное, основанное на чувствах, правда? Если потренировать немножко образное мышление, то одно в другое можно научиться переливать. есть еще способ понять, я очень люблю, у нас есть два чистых листа бумажки ни сертификатов, нет? Нет, у вас нету двух чистых листов бумажки? Возьмите из своих блокнотов два листа бумажки. самый простой способ автоматического психоанализа показываю. Взяли? Одной в правой руке, другой в левой. Теперь мы закрываем глаза и с абсолютно торжественным видом мнем каждый листочек в одной руке. В одной руке? Да. Мнем, мнем и давим, давим, так давим, давим, давим. Знаете, так, чтобы смять, смять. Это у нас инициативы в области деятельности, да? Правая рука, правая. это инициативы в области чувств. Помяли, тогда чувство удовлетворенности. Потом берете листочек, раскрываете. сначала правой. И обводите в нем те складки, которые вам кажется наиболее заметными. идите в тюрьме. И все все начинаем. Ну, я от бреда, но у меня вот получается дом похожий на грипп, для меня грипп это вообще символ, ну, там, таких медитативных занятий, скажем так. Дождь, холм, в общем, мне, видимо, пора перестать ездить в Нижний Новгород, да, а посидеть дома и подумать спокойно, что-то пописать, наверное, как-то никак пару статей не отдам. Ну, например, понятная идея, иногда бывает так, что вы что-то там рисуете, ничего не понятно, не надо выбрасывать эти листочки, вы их, как положено, на ночь уберите куда-нибудь, а утром, посмотрите на свежую голову, вы увидите, что надо дорисовать, увидите явные подсказки. Не знаю, да, ну, правда, я объясню. В правой руке то, что относится к разуму и деятельности, к левой то, что относится к области чувств, интуиции, возможных ошибок. Как бы... Так можно ответить себе на вопрос, что делать, стоит, не стоит. Так можно, все зависит от того, что актуально вы сейчас хотите понять для себя. И это, конечно, отчасти игра, потому что я не буду ходить по вашим рисункам и интерпретировать. Это будет мое видение, а не видение вашего бессознательного. Почему я показываю такие игры? В строгом смысле этого слова, любые игры, связанные с воображением, только не надо путать их с мечтами. Потому что мечты наши очень неопределенные, всегда, в некотором смысле этого слова, сексуальны. В смысле, что они имеют под собой вот этот чувственный аспект, и, как правило, стремление к комфорту. А это и есть инфантильная сексуальность. Все, что вы захотите делать с учениками, коллегами, в области активного воображения, любые творческие игры, любые методы работы с воображением, символ драмы. Об этом, обо всем я, конечно, сейчас рассказать не смогу. Всегда будет уходить в сторону инициативы. Она всегда будет уходить в сторону будущего. Вы рисуете что-то? Вы рисуете способы преодоления смерти, если хотите, в области чувств и в области разума. То, что вы делаете в воображении, всегда имеет отношение к будущему, потому что воображение, как функция, вообще, это и есть моделирование будущего. Она, как все в нас, связана с прошлым, но моделирует всегда будущее. Чем четче мы его прорисовываем, чем больше мы его моделируем, чем больше мы его проектируем, тем менее страшным оно становится, тем менее страшна ответственность, тем легче проявлять инициативу. Уделяем 15 минут времени на уроке представлению того же самого, но в воображении, о чем мы говорили, да, в пространстве. Помогаем формировать инициативу. Воображение и будущее в определенном смысле одно и то же никто не замечал никогда. Погружаешься в себя, начинаешь как-то что-то в себе выстраивать и выискивать. Тревога уходит, страхи тоже. Это связано с тем, что функция воображения направлена в будущее. Я переговорил 10 минут, наверное, надо освобождать зал. Спасибо вам большое. И на этом все хорошо. Вопросы какие-то? Да, если есть вопросы, то пожалуйста. Вопросов нет. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы подготовили небольшие сертификаты для участия. Поэтому можно взять. И ответственность в этом нет. Сейчас будет очень полезно. У всех хватит. Спасибо большое. Просто две секундочки. Сейчас просто спередовать. Я вам вручил. Спасибо. Спасибо. Кто ребятам вручил. Ваши мои коллеги, я хочу обратиться, что вы подавали образовательных учреждений. Если можно, какая-то министра субтитровит по вопросу. Спасибо. Спасибо.